Всем привет! Обычно для радиосвязи в полевых условиях и в условиях приближенных к полевым мы разворачиваем, поднимаем, устанавливаем всякие разные антенны диполя, штыри и так далее, неважно какие факт то, что мы используем антенны обычно те, которые привозим с собой, приносим с собой те, которые специально предназначены для использования в полевых условиях но бывают ситуации, в которых таких антенн у нас может не оказаться тогда тоже есть выход использовать существующие электропроводящие предметы в качестве антенны часто встречаются различные металлические конструкции, элементы зданий, строений или какие-то другие предметы металлические, которые можно было бы использовать в качестве антенны почему бы не запитать их, не согласовать, не излучать в эфир сигнал с помощью них я думаю, что это сделать вполне возможно сегодня я именно это и буду делать и в качестве антенны сегодня у меня будет громоотвод, расположенный на трубе труба кирпичная, использовалась, видимо, для котельной или еще для чего-то вдоль этой трубы идет металлический стальной пруд так скажем, провод, который, видимо, являлся громоотводом нижний конец его подключен к заземлению, а верхний конец немного возвышается над этой самой трубой высота трубы точно мне неизвестна, но я думаю, что это немного более 15 метров и может быть чуть менее 20 метров или около 20 метров чтобы использовать этот громоотвод, этот сплошной проводник в качестве антенны можно, конечно, его разрезать на части и подключиться в разрыв его но я так делать не буду, я подключусь к нему в двух точках одна точка будет максимально низко, максимально близко к заземлению, к земле а другая точка будет на высоте порядка 3-4 метров от этого места от этих двух точек я проведу провода к трансиверу, имеющему встроенный тюнер провода будут самые простейшие, это кроссировка трансивер будет ICOM 703, имеющий встроенный тюнер этот тюнер позволит настроить мне этот штырь вместе с таким способом подключения в резонанс практически во всем КВ-диапазоне ну естественно работать я больше всего буду в дневное время, а значит на 40 метровом диапазоне, на 7 МГц где прекрасно строится эта антенна такая чтобы провести такой эксперимент, я нашел вот такую трубу она находится на каком-то заброшенном предприятии, здесь рядом разрушены корпуса видимо это уже не менее 10 лет как заброшено труба эта никому не нужна, рядом никого нет я своим действиям тут, надеюсь, никому не помешаю что было точно здесь за предприятие, я не знаю, но мне это не важно главное, что есть эта труба, имеющая громоотвод, которую я буду использовать в качестве антенны провод этого громоотвода ржавый, естественно я его зачистил ножом, отскоблил немножко, подключил туда свои эти проводники кроссировки включил их к трансиверу и пробую сейчас выйти в эфир на 40 метровом диапазоне я на знак 2, 2 Леонида пожалуйста, Алексей, еще раз дайте вас к женой я надел наушники, не очень громко слышу, но было присутствие но я на динамик слушал, прием да-да у Х2, 2 Леонида здесь радио Анна 3, Тамара Леонид Борис, дробь Кюрпи, дробь Павел Алексей, Нижегородская область в полевых условиях питания от батарейки 10 ватт, мощность 10 ватт Тайком 703, прием да, это РТЛБ, Ульяна, знак 2, 2 Леонида Алексей, без проблем 6-7 баллов, 8 метров отрабатывает здесь Ульяна, знак 2, 2 Леонида дома зато я с вами немножко один раз попытались провести сесть но я тоже на Кюрпях работал ну отлично, неплохо тебя слышно я думаю, из деревни я тебя вообще прекрасно слышал но здесь у меня помеховая обстановка такая, веселая, скажем так Ратрит ЛБ, Ратрит ЛЦВ ратрит ЛБ, ну а так, хотя бы сколько я баллов-то прохожу и сколько баллов шума сейчас в данный момент у тебя прием да, сколько баллов? да, 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 на сколько я прохожу на сколько я и сколько шума, сколько шума прием Так, Лёш, я тебе сейчас скажу, секунду, значит шум у меня 8 баллов, 8 баллов шум, но из метра на твой сигнал ничего не показывает, так что я слышу тебя из-под шума, да, приёмте. Ну понятно, я понял, я понял. 0-3-0-3, принимаешь, Алексей, приём? Что-то мы тут навстречу, сейчас, секунду, ещё одна станция, принимай, Ярослав. Всё не показывает, всё. Ага, РА-3ТФБ, РА-3РЗ. Сейчас тоже тебя отлично стал принимать, проход улучшился, прошёл дождик 10 раз, сейчас нормально, пятёрка, восьмёрка, наверное, но это вообще полный ноль. У тебя полевые условия, кирпи работаешь, да, приём? Я работаю 10 ватт, 10 ватт. Антенна у меня, антенна, штырь заземления на трубе, то есть труба кирпичная, кирпичная труба, как на котельных. Вдоль трубы тянется провод заземления, вот он используется в качестве антенны, приём. А, понял, понял, РА-3ТФБ, РА-3РЗ, так вот он, что ты на неё забрал? Я на земле сижу, около трубы, я не забирался, я на земле сижу, а вдоль трубы идёт громотвод, я его запитал, приём. А, то есть ты на громотвод работаешь? Да, 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 сижу на земле, около основания трубы. Понял, понял, и какая длина у тебя антенна получается, магническая? Метров 16, наверное, 15, 16, 17, точно не мерил высоту трубы, приём. Понял, вдоль кирпича получается она идёт? Да, 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 именно так, приём. Понял, а земля как, вкул или у тебя противовес какой-то есть? А земля я этот же громотвод и использовал, я его не разрывал, не разрывал, а включился к нему в две точки, подключился в две точки к этому громотводу, приём. А, то есть он же как бы заземлённый так и остался, да? Да, 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 да. Принял. Ничего, так уверенно тебя принимаю. А до этого ты на него уже пробовал? Да, 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 да. Если можешь, давай 80-ку, может, попробуем? Давай, перехожу. Хорошо. РА3 Тамара Леонид Борис, РК3 Антон, радио Зина. РА3 Тамара Леонид Борис, РК3 Антон, радио Зина. РК3 Антон, радио Зина. Приём, приём. РК3 РЗ, РА3 ТЛБ, РК3 РЗ, РА3 ТЛБ. Лёш, если это ты морзянку слышал столько, морзянку, твоё нет? Нет, нет, я голосом работаю, приём. РА3 ТЛБ, РА3 РЗ, РА3 ТЛБ, РА3 ТЛБ, РА3 ТЛБ, РА4 ТЛБ. Я тебя там слышал очень хорошо, слабее, конечно, чем здесь, но принимал. Мне вообще нет, но у меня там помеха там будет, приличная, приём. Ну что ж, как мы видим, прекрасно получается использовать всякие разные случайные предметы в качестве антенны. Этот громотвод прекрасно настроился в резонанс, тюнером. слышали меня многие люди на разных расстояниях и мощность была всего 10 ватт qrp очень маленькая несмотря на это можно связаться так что имейте ввиду что в случае когда отсутствуют нормальные антенны но есть под руками крупные металлические какие-то предметы можно их использовать в качестве антенны я думаю что кроме грома отвода можно найти очень много разных вариантов предметов которые можно использовать в качестве антенны которые тоже можно настроить согласовать так или иначе подключить к трансиверу и выйти в эфир работайте в эфире на разные антенны разные трансиверы в полевых условиях и стационарных смотрите другие мои видео ставьте лайки подписывайтесь на канал подписывайтесь на группу вконтакте всем пока